Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 миллиардов рублей. За последний год общая задолженность выросла на 72 миллиарда, сообщили в Росстате. Наибольший рост перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют дома, воду, тепло и электричество на 15,8%. Долги перед управляющими компаниями увеличились на 1,2%. Как отмечает директор Ассоциации некоммерческих партнерств Национальный жилищный конгресс, несмотря на то, что государство сдерживает увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, объем платежей за них все равно растет быстрее, чем доходы людей. Но среди должников стабильно и много тех, кто просто не желает оплачивать коммуналку, так сказать, забывает о ней. Долги продолжают расти, в том числе из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний воздействовать на должников по всей строгости. На отключение воды или света обычно идут лишь в крайнем случае. Случается, что вина лежит на самих управляющих компаниях. Жильцы исправно вносят деньги, но управляйки не перечисляют их поставщикам услуг. По мнению экспертов, для решения проблемы на окопление коммунальных задолженностей необходимо совершенствовать механизмы предоставления субсидий. Кроме того, важно развивать досудебные инструменты работы с должниками. Ну а на злостных неплательщиков накладывать взыскания на предметы роскоши инвестиционные считают цифровые активы. Кроме того, нужно создать законные условия для работы профессиональных взыскателей с долгами за ЖКУ. Долги в сфере ЖКХ существуют уже много лет, но они не имеют сроков давности и рано или поздно придется их выплачивать. Какая ситуация в нашем крае? Как общая задолженность влияет на стабильность сферы ЖКХ и как работают с коммунальными должниками? Обсудим в студии Ольга Беленькая, генеральный директор некоммерческого партнерства ЖКХ групп, член общественного совета при Министерстве ЖКХ Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Сергейна. Доброе утро. Итак, как у нас дела с задолженностями по ЖКХ в крае обстоят? К сожалению, тенденция общероссийская, долги продолжают накапливаться. И если, например, в 2022 году в целом задолженность перед управляющими ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями была 5 миллиардов 849 миллионов, то в этом году на 1 июня эта цифра уже составляет 6 миллиардов 125 тысяч. И министерство ЖКХ стало у себя на сайте вести такой светофор района в крае, где наиболее благоприятная ситуация с точки зрения платежеспособности и неблагоприятная. Так и где горит красный у нас? В красной зоне, например, Тугуро-Чемиканский район, там самый низкий процент собираемости всего лишь 85. Подупал Хабаровск, город Хабаровск. У нас собираемость в среднем держится 93,5. Но лидером является, например, по собираемости, где высокий процент сбора, это Комсомольский район, Вяземский район, Бикинский. А в целом, если по краю смотреть, то процент сбора какой? Ну, средний, наверное, если вывести, ну, это, наверное, будет где-то в районе 92. 92, если сравнивать, например, с другими регионами, с инграйальными регионами, насколько высок наш процент собираемости? Плюс-минус. Есть у нас регионы дотационные в Российской Федерации, да, там низкий процент сборов, потому что низкий уровень доходов. Есть богатые регионы в России, где процент сбора выше, ну, в среднем он где-то так колеблется. Вроде звучит и правда неплохо. 92% собираемости, ну, прекрасно, то есть 9 десяток собрали, а вот эти 8 недостающих процентов, насколько они серьезно бьют по сфере ЖКХ в нашем крае? Ну, цифру я озвучила, да, достаточно такая большая, это 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей, конечно, можно было модернизировать гораздо лучше и коммунальную инфраструктуру, чтобы у нас коммунальные услуги поставлялись бесперебойно, и жилищную сферу. То есть это те же ремонты домов, как капитальные, так и текущие ремонты. Это возможность привлечения более профессиональной рабочей силы. Это увеличение качества периодичности оказания жилищных услуг по содержанию по текущему ремонту. То есть, конечно, если была бы стопроцентная оплата, то сфера ЖКХ, она была бы более привлекательной, чем есть. А при наличии какой суммы долга уже, как правило, подаются иски в суд? Ну, чаще всего отталкиваться от периода образования задолженности. Как правило, подать иск в суд можно уже при наличии месячной задолженности. Да, но это нецелесообразно, так как необходимо нести судебные расходы на оплату госпошлины. Это затраты на юриста, поэтому отталкиваться либо от периода, как правило, 3 месяца задолженность, либо от суммы долга такой, чтобы она позволяла экономически определить расходы на госпошлину. Потому что минимальная оплата 400 рублей за госпошлину. Соответственно, если человек ушел на прямые договоры, к примеру, по обращению с отходами, там сумма начислений в месяц по однокомнатной квартире в пределах, ну, 150-170 рублей, то, конечно, подавать не будут, потому что госпошлина 400. А сегодня с должниками работают только через суд или есть какие-то иные механизмы воздействия? Суд – это крайняя мера. Все-таки управляющие организации, как и ресурсы снабжающие организации, начинаются с внесудебных методов. Первый, известный всем, самый простой – это начисление пене за несовременную оплату жилищно-коммунальных услуг. И должник видит это в своей квитанции. Вторая мера, она, ну, как метод кнута и пряника, да, зачастую организации перед Новым годом проводят такую акцию – заплати долги, и начисленная пеня будет списана. Это, кстати, стимулирует тех самых вот забывчивых должников на своевременную оплату. Вторая мера – это некоторые организации используют цветовые индикаторы. Например, желтый – это предупреждение, что сумма, ну, определенная есть, красная сумма – это уже критическая, что мы пойдем в суд. Обзвоны, потому что бывает, что люди, да, забывают, бывает, попадают в сложную жизненную ситуацию. Когда прозванивают, то люди тоже приходят, оплачивают. Это, ну, уже как следующая крайняя мера – это ограничение коммунальных услуг. Если у человека задолженность, две месячные оплаты за коммунальные услуги, рассчитанные исходя из норматива, независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учета, то можно ограничить такие коммунальные услуги, как электроэнергия, газ, горячая вода. А в некоторых случаях, кстати, это очень эффективный метод – это ограничение водоотведения, канализации. И когда начали использовать этот метод, ну, показал свою эффективность. А, кстати говоря, вот насколько законен вот такой способ борьбы с должниками, когда управляющие компании в подъезде вывешивают списки должников? Вот 20-й живет злостный неплательщик. Списки должны быть обезличенными. То есть никаких фамилий, номер квартиры может быть указан, да? Ну, возможно, да. Но мы рекомендуем задолженность указывать по подъезду. Вообще, насколько эффективна борьба с должниками через суд? В целом она дает свои плоды, потому что есть два способа подачи исков в суд. Первый – это подача заявления о выдаче судебного приказа. Такие приказы рассматриваются без участия сторон, автоматически. С судом выносится приказ, он является уже исполнительным документом и предъявляется в суд для исполнения. Но должники могут его отменить. И тогда следующая стадия – это уже исковое производство с вызовом сторон. Здесь уже должник несет дополнительные неблагоприятные последствия, как судебные расходы на оплату услуг представителя. Госпошлина опять та же самая. Потом, когда возбуждается исполнительное производство через судебных приставов, это взыскание исполнительского сбора. В целом, получение решения взыскания в суде, как правило, в 99% случаев удовлетворяются такие иски. А уже стадия исполнения судебного акта – это уже другая сторона, потому что есть все-таки граждане, в отношении которых выносятся акты о невозможности взыскания, когда невозможно найти должника, его имущество, отсутствие у него денежных средств, ну и новое имущество, на которое можно обратить взыскание. Но это небольшой процент, с большей частью доли должников все-таки работают. И работают такие меры ограничения, как запрет на выезд за границу, арест, опять же, на имущество, на автомобиле. Ну и в большей части, я так понимаю, через суд все-таки удается взыскать долги из ЖКФ. Да, это, конечно, затратный способ для всех сторон, но, тем не менее, это вынужденная мера. А если, ну вот, к народной молве, знаете, бытует мнение о том, что за вот таких нерадивых должников, которые не платят за ЖКХ, якобы вот платят все остальные добросовестные граждане, потому что вот их долги уже заложены превентивно в тарифы. Нет, долги граждан не закладываются в тарифы. Основная часть тарифа, она формирует, это основные производственные затраты организации, заработные платы, налоги и развитие предприятия. В общем, как вы поняли, лучше до суда не дотягивать, потому что потом на вас лягут еще и дополнительные расходы. Давайте будем вовремя платить. Все-таки это наша обязанность. У нас в гостях была Ольга Беленькая, генеральный директор некоммерческого партнерства ЖКХ Групп, член общественного совета при Министерстве ЖКХ Хабаровского края.